Привет, это Ребуарно. В последнее время стал очень популярен формат 100 или там 101 факт о чём-то. И вот у нас появился ролик 101 факт о цифровом цирке. Будем мы такой ролик смотреть на канале Нужди. Не знаю о таком канале, вообще на самом деле первый раз слышу, но интересненько будет посмотреть, какой же контент делает этот канал. Вот, но если честно, я немного не понимаю, каким образом можно было по одной только серии, даже по пилоту, набрать целых 101 факт. Это, по-моему, слишком много. Ну, как бы, окей, был бы, например, какой-нибудь целый сезон уже, да, готов, и можно было бы набрать, как мне кажется, такое количество. Но когда у тебя только одна серия и всё, ну, не знаю, сложновато. Но в любом случае, ролик давайте посмотрим, надеюсь, будет что-то интересненькое. Поехали! Хей, здорово, народ! Здарова! Если ты впервые слышишь о цифровом цирке, или вас... Нет, я уже не впервые слышал о цифровом цирке, у нас уже сколько? Как минимум три ролика на канале, если не четыре даже. Может, ты ярый его фанат, а может, ты шиперишь Джакса и Бабла, то я тебя поздравляю. Ты зашёл куда нужно. Я исследовал... Такой я не шиперю никого. Все соцсети создательницы цифрового цирка пообщался с локализаторами... Ещё раз что сказал? ...да нужно. Я исследовал все соцсети... А, исследовал уверенностью. ...сети создательницы цифрового цирка пообщался с локализаторами и студией озвучки, изучил... Из каких идей у нас? Какой это? А, неадекватный? ...плот вдоль и поперёк и раздобыл для вас факты, которые... ...вряд ли кто-то ещё вам расскажет. Да, хотите верьте, хотите не одну... Я сейчас уверен, что почти все факты будут прям мега очевидными. Сейчас так раз и не одного. Но я расскажу, сколько уже сошло с ума персонажей. А самое главное, покажу их каждого. Поэтому застарайся. Покажешь каждого персонажа? Мы как бы серию видели, и так смазали. Не бахайте в колокол, ставьте авансом лайк в размере одной штуки с каждого, кидайте грызюки в комменты. А мы начинаем. Создателем диджитал цирка является аниматор и музыкант Гус Воракс. К слову, Гус Воракс это девушка 29 лет. Гус? Блин, как будто бы Хиггинг. Это как будто мужское имя. Я ничего не против, не имею просто за трансформу. Настоящее её имя Купер Смит Гудвен. А, всё, тогда хорошо, это этот просто, блин, ник. Я думал, это имя. Твой цирк можно посмотреть на 9 разных языках. А сам канал адаптированно... Мне сначала показалось на DVD. Так что будь ты в России, Германии, Интонезии, Украине или Филиппинах, тебе будет казаться, что это... Отечно. Студия. Так это просто, блин, как бы, Ютуб сделал такое. Это не только же этот канал, у этого канала такая фишка. Для каждой страны у них не отдельный канал, а отдельная адаптация со звуковыми дорожками, названиями, субтит... Такое, насколько знаю, сделали вообще для Мистера Биста изначально, а потом уже для всех распространениями. Надеюсь, теперь все это поняли, а то я уже устал смотреть, как детишки пишут комменты. Но ты вот видел, сколько у нас в нашей стране глич набрал? Мы всей страной в шоке и рады за... Я, честно, первый раз слышу, что кто-то писал такие комменты, по-моему, это же очевидно. За них. Естественно. Но, смею огорчить, страна создания канала – Австралия. Цифровой цирк побил рекорд канала и без малого за две недели собрал больше 40 миллионов просмотров. А, уже 40? А, показывает 26. На втором месте по просмотрам дроны-убийцы, почему-то резко забытый... Так, о цифровом цирке. Правда, это уже не цифровой цирк. И в семье, хотя тоже топает. Посмотрите, забытый резко в семье, с чего это вдруг они забытые? Как бы серии же выходят периодически, каждые два месяца примерно. И набирают он как минимум по 10 миллионов нормально. Адаптированы по 13 языков. У персонажей нет гениталий. Каждому герою больше 20 лет. А вот кому сколько – смотри по ходу ролика и все обязательно узнаешь. Сам сериал не для детей, а скорее для подростков и старше. Хоть Джекс и кролик, но у него... Гигиально. ...нет хвоста. А вот впервые презентовали УЦЦ в январе 2023 года. Дроны, убийцы и цирк созданы разными аниматорами. Создатель УЦ против правила 34, связанного с персонажами. Это как смотреть запрещенку с моими детьми, сказала она в соцсетях. Разве против? По-моему, где-то я ролик смотрел, она сказала, типа... Или она как раз-таки наоборот была против. Ой, не... Я уже не помню. Я только недавно смотрел ролик у IG, и он говорил про это 100%, но я прям... Ладно, не помню. Зу был один из любимых персонажей автора. Джакса никто не любит по сюжету, и походу не всем он зашел как персонаж. Да потому что что-то как-то выделывается дохрена слишком... Че, че, че... Джакс также сложен как персонаж в производстве анимации. Изначально автор говорила, что мы никогда не узнаем о возрасте персонажей. И сказала об этом всем в самом начале? Немножко переобулась. Между прочим, Кейн это искусственный интеллект по задумке аниматора, и у него нет возраста. А вот Пузырек это искусственный интеллект, созданный Кейном. А все тот же... Нифига себе, искусственный интеллект создал искусственный интеллект. Это какого хрена, они размножаются пучкованием. Джакс является самым любимым персонажем автора. А Кинвер самый высокий персонаж, а Кейн самый маленький, не считая Баббл. Зубл создана по подобию популярного зарубежного конструктора Зола Планка. Это, собственно, просто заработок. Так, сейчас... Блядь, нашел куда вставить. Если ты ешь, то притормози, а факт не для твоего аппетита. Ну-ка. Любимая еда Пузыря это... Рвота. О, да, я это говно видел, фу, это было мерзко. А что за тупой аромат? Так выглядит... А что с ним случилось? Как он так расстанет? Концепт помни без шляпы. На начальном концепте преподлагалось, что Джакс будет девушкой, а помни пацаном. А вот этого я уже... Вот это назначение концепт? Не знаю, по-моему, она здесь тоже по девушке. Не могу себе представить. По версии автора, если бы Кейн был а-человечным, то был бы похож на Гэри Бьюзи. А-а-абьюзи. Я тот же такой был. Чего? Абьюзер? А вот все кто же... Только я не знаю, кто это такой вообще первый раз слышал этого человека. В цифровом цирке не нуждаются ни в еде, ни в воде, ни в хождении в туалет, ни во сне. Только... Об этом тоже говорили... Представляете, какая экономия? Но мы живем в реальности. А помнись, тебе нужно поесть, попить, покакать и поразвлекаться. В цифровом цирке с этим... Эм... Проблемки. Ну, с развлечением только проблемок нет, а со всем остальным, да, немножко есть. Кстати, лайфхаки в реал лайф, конечно же, существуют. Допустим, поесть изысканных блюд во вкусной точка за 5 рублей, ты спокойно сможешь через сервис. Вообще, можешь лоу... Себя и эзера... Поэтому продолжим на... По ссылке в описании. Это бабло. Но вот Кингер самый взрослый персонаж с большой продолжительностью пребывания в цирке. Вторым по продолжительности является Рогата. А вот еще совсем недавно цифровой цирк не собирались продлевать на 2 сезона и думали оставить только... Зачем 2 сезона? Блин, может быть сначала вы один выпустите сезон, я не знаю, только потом будете думать про второй, камон, только пилот. Так один. Но по-любому сейчас посмотрели на просмотры и продлят еще на несколько сезонов. Ну, вот типа смысла нету вот так вот сейчас это загадывать, потому что вот, например, первая серия можешь собрать дофига, а потом просто хайп спадет и никому не нужно оно будет. Ну и какой в этом смысл? Версия автора Гангл любит рисовать. В среднем один эпизод будет длиться от 21 до 25 минут. И вот скорее всего частота выхода сериала будет очень... Как в принципе типа аниме какое-нибудь. ...низкое, так как на производство анимации уходит много времени. Если, конечно, автор уже не заанимировала весь сериал. Очень в этом сомневаюсь. На вопрос, насколько закончен пилот, автор отвечает, что... Немного не понял, типа пилот уже вышел, явно он закончен, какого хера, кто это задает, что... ...то наталкивает на мысль, возможно, готовы уже больше пяти серий. И это... Ну, вполне возможно, но это как-то немного слишком завуалированное. Не шутка, а реальный факт. Но также это может не значить ровным счетом ничего. Джекс, кстати, самый молодой персонаж. Ему 22 года. А Зубл старше его всего на полгода. Изначально после первого рендера у Помни не было румянцев под глазами. Да, вот все полгода. Изначально после первого рендера у... Нет, с румянцами кажется даже прикольнее. Как будто бы какая-то голая она есть без румянцев. Помни не было румянцев под глазами. Да, вот все персонажи УЦ не в здравом уме со словом автора. Поэтому он свихнулся. Давай, если ты вот этот... Как бы мне кажется, почти каждый человек не особо в здравом уме. Какие-нибудь психические отклонения точно есть. Но это мое мнение, я не уверен, естественно. Факт не заметил, ты прожимаешь лайкос. 15 тысяч лайков, я уверен, мы сможем. Смотри, в тизере у Помни цвет кожи обычный, телесный. Хотя дальше в пилоте она становится полностью белокожей. Это ошибка не телесной. Ну да, я... Хотя дальше в пилоте... Я это не мог заметить, потому что я не смотрел даже... Она становится полностью белокожей. Это ошибка аниматора, которую она признала. Боже мой. Теоретически появится еще один персонаж Ку... Какая-то странная ошибка, блядь, еще как ее не можно было не заметить. Куинни, это королева и подруга Кингера. Куинни, где я слышал это имя? В каком-то сериале или музыке? Такс и Кейн созданы по образу недостатков характера Гуси. Имя героя Помни сразу вызвало интерес у русскоязычных зрителей. Да, потому что русские названия... Какие ноги... ...этирохромия, как-то разные глаза. Мне никто не сказал! Кто вообще думает про вот это вот? Типа разные глаза, они у него во рту, вот это самое главное. Дизайн Рогаты, прямая отсылка к тряпичной Энни из фильма 1977 года «Бедняки Энн и Энди». И Рогате, кстати, 30 лет. Джейкс и Кейн, это два персонажа, сломавшие четвертую стену, которые посмотрели на зрителей или разговаривали с ними. А вот идея... Типа Кейн, это ладно, Джейкска. ...персонажа Гэнгл также далека от наших реалий, как и все остальное. Напрямую это отсылает к персонажу Кедамона и шоу Клоун Поппи. Если кто-то об этом... Даже не знаю, что это такое. ...знает или слышал, ребят, просто респект. И, кстати, между прочим, ей 26 лет. Всего у Гэнгл две маски. Зубл может управлять... ...своим телом, даже если разделена. Она провела... Она какая-то, наверное, как его... Аааа... Блять, забыл, как его зовут. Какого хрена? Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе! Ты чё? Как это можно, блин, чтобы у тебя вылетело из головы? Как же его... А, баги из One Piece. ...провела меньше всех времени в цирке, не считая помни. У сериала есть свой... Что? ...если разделена. Она провела меньше всех времени в цирке, не считая помни. У сериала есть свой магазин с мерчом. А вот ту самую пилотную серию в среднем в час сейчас смотрит 150 тысяч человек. Джак... За час, нифига себе. Акс, кстати, говорит, не размыкая зубы. Это глупо и... Не, ну он один раз размыкал. Странно. А вот все персонажи, это люди, надевшие гарнитуру или VR-шлем. Затем уже их перенесло в УЦЦ. Кейн и Джакса озвучивает один и тот же человек в русской локализации. И отправляемся в подвал! Все еще думает, что это сон. Максу Ману, именно он их и озвучивает, всего 21 год. Нормально так паренек поднялся. Но многие думают, что Кейн и... Как будто это что-то удивительное, блин. Там детишки поднимаются, вот этот... А я же успею, ему сколько? 18 лет вообще. Бабл это отсылка к Библии. Но это вообще не так. По этому вопросу мне даже пришлось обратиться к нашим локализаторам. Неадекват рекорд, а именно... А они-то откуда знают? ...к Максу Ману. Так вот, он развеял миф. Хотя на начальном этапе они тоже были в затумке. Есть ли тут библейский подтекст? Но им сказали свыше, что нет. А вот король... Нет, зебя, не думайте об этом говне. Это такого тут нету. Лер это единственное имя персонажа, которое переверли в русской озвучке. Изначально он был Кингер. Напишите в комменты, как вам больше нравится король... Кингер мне, кстати, нравится больше. Лер или Кингер? Королер какая-то... Как-то странно вообще звучит даже. Ну типа, король у нас, да? А у них Кейн... 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 Поэтому она... Точнее, вот поэтому мне это кажется, да? Пол, ты же не видел это игровое шоу, да? Зубл очень напоминает аватарку Гусворкс на Ютубе. Усики Зубл дергаются, когда у этого персонажа плохое настроение. Если бы был способ уйти, я уверен, мы бы уже все... А вот изначально хронометраж пилота должен был быть несколько длиннее. Но авторы вырезали пару моментов. Я, конечно, знаю, что там было, но не смогу вам рассказать. И да, это точно... Почему? Откуда, во-первых, он знает? А во-вторых, почему ты не расскажешь? А почему тебе рассказали вообще? Противо студии озвучки. А вот на озвучку одной серии уходит порядка одной недели. Мне интересно, очень сильно стало, насколько заранее присылают пилотные выпуски и просто серии. Ответ Макса был прилично. Остается догадываться, насколько. Но сами посудите. Нужно мало того, что озвучить, так еще и перевести и правильно локализовать. И по версии того же Макс... Ну да, это все-таки кропотливо. ...домана озвучивать Кейна было намного сложнее, чем Джакса. Самое большое количество реплик в пилоте... А потому что у него это голос так... Брррр... Я не знаю, как это говорится. Ну вот. Но он такой... Гартанный, что ли, какой-то. Я не знаю, просто не работаю с этим. Помни. Скорее всего, и дальше такая тенденция будет продолжаться. Самый немногословный оказался Бабл. В сериале очень много сквернословия. Гениальный факт. Но весь мат запикивается. Цифровой цирк это место, которым насл... Да в смысле очень много, там в одном моменте только она поматерилась, а потом больше никогда кто-нибудь употреблял, по-моему, матрами. Наждаются зрители всех возрастов! И раз помни, зная такое количество мата, уверен, она в человеческом обличии явно какая-нибудь оторва. Ну вот еще один факт. Никто не знает, что в пустоте, кроме Кейна. У Кейна сотня всевидящих глаз. Автор говорила, что избегала создания любовных линий. Луна немного влюблена. Ну это вначале, да, а потом дальше появится. Кейна. Привет, Кейн, я люблю тебя. На дулю ты попал. Когда Кейн быстро произносит что-то при выборе имени... Бля, это так прикольно, такие глаза. Помни, он зачитывает правила цифрового цирка по созданию своего ника. Последний мат, произнесенный в сериале, был от Зубал. Она послала на... Если кому понадобилось, идите на... Кауфмо, еще один персонаж, которого мы не видим в сериале в этой форме. А видим его монстром. Не, мы его и в этой форме видели, но типа как бы на двери же была его фоточка. Дайан Кауфмо был выбран за 48 часов до выхода цирка. Кауфмо не появляется в промо-ролике, хотя был участником цирка до появления. Помни. Вот сама Гусь Воркс озвучила пузыря в английской версии озвучки. В описании... Чего озвучивать он, по-моему, ничего не говорит. К цифровому цирку сказано, что рассказ этот о мошенническом искусственном интеллекте, который безжалостно мучает 6 человек. Но, как мы знаем, людей там куда больше. И я специально для вас их посчитал. Диджитал цирк это первое шоу у глич, имеющее индонезийский дубляж. Ну, наконец-то, хоть кто-то не забыл о бедолагах из Индонезии. Почему именно индонезийский? Это же так важно. NPC манекен... Звучит как сарказм. ...в дверях означают свободные комнаты. Уполняя кратковременная потеря памяти. Судя по... Как это иронично, да? Помни, но не помни. ...черкнутым изображением на дверях шоу покинуло уже 11 человек. Кстати, интересный факт. Эта фигурка ферзя или королевы, там кто как любит называть, тоже перечеркнута. Но так как это темная сторона, а кингер светлая, вряд ли они были вместе. У Джекса есть ключи от всех дверей. Рогата боится сороконожек. В комнате Кауф... Я тоже. ...вое есть изображение Кейна, поедающего его самого. А... А... Что? ...самая смешная фраза по версии аниматора. Мы нашли нару, зубл! При падении... Почему это? Че здесь смешного? Ну, то, что он вот так вот показывает, это забавно. ...королёра и гангл. На секунду появляется лицо Кейна с надписью либо «Рад, я позвоню», либо «Радикальный». А что значит «Радикальный»? Решительный, придерживающийся крайних взглядов, что описывает нам Кейна ещё с одной стороны. Если выйти в пустоту, можно испортиться, но сама пустота является просто незаконченным проектом Кейна. А вот все, кто... Откуда вы знаете, что это незаконченный проект Кейна? Он же, по-моему, не говорил об этом. Портятся, рассеиваются и оборачиваются в монстров, хранятся в подвале. Помню, убегая через выход, видит рабочее место, к которому нас отсылают в конце эпизода. Скорее всего, для неё оно выглядит очень знакомым. Под первым эпизодом больше 2,5 миллионов. О, уже 48 миллионов просмотров. Охереть. Что я думаю о цифровом цирке? Мне нравится, но это не шедевр, будем говорить честно. Всё пока... Да нет, конечно. Шедевров, потому что не существует. Мне, как минимум, цирк нравится больше, чем дроны, но меньше, чем этот... Пока что. Интересный ролик получился, но, как я и говорил, большинство фактов, как бы, так много, много кому известны, а ещё больше, наверное, известны людям, которые следят за всем этим мультиком, я так думаю. Ну вот, которые факты он узнавал у переводчиков, наверное, всё-таки, да, более интересные стали. В любом случае, спасибо большое за ролик. Было... Слишком много слова интересно просто, было как-то... Опознавательно немножечко, да, в каких-то моментах посмотреть его. А если вам понравилась реакция, лайк, подписка, комментарий, не забывайте прожимать бубенчики, все интересные ссылочки в описании. С вами как всегда был Реборн, спасибо за просмотр. Пока!